Дастер Грязнуля Машина моментально пачкается и забрызгивается. Вот такая продуманная аэродинамика. Штатные брызговики ни о чем. Нужно ставить более широкие, плюс расширители арок. Может так специально придумано, чтобы под слоем грязи было не видно сколов? Камни из-под передних колес летят прямо в выступ задней арки, оставляя на нем некрасивые чирки отбитой краски до оцинкованного, правда, металла. Негодует Василий из Ханты-Мансийска. А через несколько лет эксплуатации куски краски могут начать отваливаться с кузова Дастера сами по себе. Его даже мыть опасно. Сколы возникают даже при мойке керхером. Бронепленка вам в помощь. Трогать Дастер руками нужно аккуратно. Металл очень тонкий, будто от пивной банки. Капот, и не только он, легко проминается даже от слабого нажатия. Крышка лючка бензобака вообще напоминает лист тонкой окрашенной фольги. Шумоизоляции в Дастере попросту нет. Если разобрать двери, то в них ничего. Пустота. Зато если сделать полную шумку, то даже штатные динамики покажутся не такими уж и плохими. Прав Владимир из Кельдинстроя. Очень шумная машина. По-любому буду делать шумку всего салона и вибро, и шумоизоляцию. Сесть в Дастер и не запачкаться – искусство. При посадке-высадке все время задеваешь штанами торчащие пороги. В салоне постоянно грязно, даже если делать химчистку раз в неделю. Уплотнители не отличаются герметичностью, а в некоторых местах их попросту нет. В итоге Дастер всю пыль засасывает внутрь себя, как пылесос. Передние кресла откровенно неудобные и с регулировками на мудриле. Из-за отсутствия регулировки руля по вылету довольно тяжело подстроиться. Приходится искать компромисс между удобством ног и рук, двигая сидение вперед-назад. Заводские дворники Дастера снять и выкинуть. Они короткие и чистят не все лобовое стекло. От водительского постоянно остается сопля на стекле. Особая фишка Дастера. Чтобы от нее избавиться, владельцы меняют водительский дворник на более длинный. Кто придумал эту приборку? Указатель уровня топлива и указатель температуры охлаждающей жидкости просто отвратительные. Ноль информативности. Сколько топлива в топливном баке, какая температура ДВС, вообще непонятно. К тому же она сильно бликует на солнце. Похоже, что эргономика Дастера вообще никак не прорабатывалась. Педаль газа и тормоза на невероятно разных уровнях. Приходится при нажатии на тормоз отрывать пятку от пола. Джойстик электрорегулировки зеркал, кнопки подогрева сидений и центрального замка. Попробуй найди их с первого раза. Как верно подметил в своем отзыве Михаил из Ясного, регулировки климатической установки не очень удобны. Слишком низко расположены. Хорошо, что у меня руки длинные. Динамика? Не, не слышал. Более-менее порадовать активного водителя могут только двухлитровый Дастер с механикой, да тяговитый дизель. Остальные – овощи. Расход топлива у бензиновых версий – это просто тихий ужас. Перегрузку багажника Дастер не любит. Если забивать его под завязку, то на полноприводных версиях с задней многорычажкой велик риск прикончить задние амортизаторы. А на версиях с передним приводом, где сзади стоит простая балка, перегруз грозит повышенным износом сайлент-блоков. Под капотом у Рено тоже постоянно грязно и мокро. Если надоела постоянная пыль под капотом, то можно поставить уплотнитель от газели. А чтобы туда не набивался снег, придется устанавливать еще и жабо. Многих так и тянет обслуживать Дастер самостоятельно. Но это не так-то просто. Из опыта Влада из Октябрьского, при первом же самостоятельном ТО я реально проклинал инженеров, которые изобрели это чудо. Если бы мне кто заранее сказал, что я полезу в Бенет смотреть, как менять воздушные фильтры, я бы поррал. Но в тот момент мне было не до смеха. И все это еще надо было собрать обратно. И все-таки Дастер – хит. Почти за 10 лет производства было продано около полумиллиона экземпляров. В чем секрет? Может в том, что Дастер неплох по дизайну и многим действительно нравится его внешний вид? В целом довольно органично и меру брутально. Этакий мини-жип. Хромированная решетка радиатора, мощные рейлинги, мускулистые крылья, накладки на бамперах и порогах. Для автомобиля, который позиционируется как бюджетный, вполне неплохо. Считает владелец с ником Noxius. А размерчик у Дастера – что надо? По габаритам Рено лишь чуть крупнее Приоры. И это оптимально. Он не огромный, для города самое то. Никаких проблем с парковкой. Не забыли в Рено и о защите от коррозии. Те из владельцев, кто боялся, что Дастер будет ржаветь как Логан, были приятно удивлены. Антикор хороший уже с завода. Внутренние полости обильно обработаны. Цвет у Дастера, хоть и галогеновый, но четкий и яркий. Отличная головная оптика, хорошо светит, реально получше, чем у некоторых более дорогих авто. Соглашается Евгений из Прокопьевска. Пусть Дастер и кроссовер, но по клиренсу не уступит иным внедорожникам. 210 мм в стоке без всяких проставок. Поэтому и проходимость отличная. А как приятно на нем нестись по разбитым дорогам. Как написал в своем отзыве пользователь с ником FENX070 из Томска. На ходу машина просто великолепна. Дороги в нашем городе стали намного лучше, нежели были, когда ездил на Жигулях. И нет, ремонт дорог тут ни при чем. Подвеска в меру жесткая, неровности проглатывает хорошо, пробить ее сложно. Плюс к этому высокий дорожный просвет. И вот он, автомобиль для наших дорог. Полно поводов для радости и в салоне. Передняя панель, конечно же, отлита из жесткого пластика. Но сделана монолитно. Одной деталью. За счет этого она практически не скрипит и не гремит. Видно, что позаботились о практичности. Нравятся удобные полочки сверху панели. И телефон есть куда положить и зонтик, и прочий хлам. Бардачок – вещь. Он просто огромен. Многие владельцы хвалят руль Дастера. С виду обычная баранка. Но какая же удобная. Без ненужных приливов и срезов. И размер оптимальный. Подрулевой джойстик управления музыкой вообще радует. Что самое важное в автомобиле с суровой русской зимой? Хорошая печка. И у Дастера она есть. Греет адски, одобряет сибирские владельцы кроссовера. Сложностей с зимним пуском тоже никаких нет. В минус 35 Дастер заводится без проблем. Высоко сижу, далеко гляжу. Это как раз про Дастер. Еще один плюс к без того отличной обзорности. По мнению Андрея из Петрозаводска, отличные боковые зеркала дают очень хороший обзор. Их размера вполне хватает, чтобы видеть машины сбоку и парковаться возле бордюров без изменения настроек зеркала. Комплектации у Дастера составлены с учетом реальной жизни. То, что нужно и ничего лишнего. Есть полный обогрев лобового стекла. Магнитола даже в начальной версии имеет интерфейс Bluetooth, подключение USB и AUX. Очень неплохо для этого класса авто. На втором ряду в Дастере просторно. Пассажиры среднего роста спокойно усаживаются за водителем такой же комплекции. Свободного пространства перед коленями и над головой достаточно. Сидишь высоко, все видно. Диван прост на вид, кажется неудобным и подушка коротковата. Но в дальней дороге никаких проблем. Спина не устает, ничего не затекает. С надежностью у Дастера полный порядок. Обслуживание недорогое, запчасти дешевые и всегда есть в наличии. Причем очень часто оригинал стоит дешевле аналогов. Ездить за покупками на Дастере – одно удовольствие. Багажник у него вместительный, есть гибкая шторка, только загружай. У салона хорошие возможности по трансформации. При сложенных сидениях удобно возить длинномерные грузы. И путешественнику Дастер рад. Из отзыва Андрея из Кисловодска, кресла раскладываются почти в ровный пол. Кинул матрас и можно без проблем спать. Главные плюсы автомобиля Рено Дастер – просторный задний ряд и багажник, непробиваемая подвеска, хорошая проходимость, надежность, невысокая стоимость, содержание. Основные минусы – вечно грязный кузов и салон быстро собирает сколы, эргономика требует привыкания, неинформативная приборная панель, высокий расход топлива бензиновых версий. Подводя итог, можно сказать, что Дастер – по-английски пыльник. Лучше про Реношный кроссовер и не скажешь. Там его стихия. Гребет, ямы глотает, грузы ввозит и не ломается. Утилитарная машина, которая полностью отрабатывает возложенные задачи полусельского жителя. Этакий простой и понятный комфортный мини-грузовичок. Любые претензии городских пижонов к нему бессмысленны. Вот почему оценка, набранная Рено Дастер в читательском рейтинге Дрома, составляет нерекордные, но достойные 8,3 балла. Благодарим за помощь в съемках группу компаний Автомир. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, какие еще машины вы хотели бы увидеть в видео отзывах Дром. И самое главное – подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok